Вот эта кукла, у него на заднице есть его имя. Это американский радиожурналист, середина прошлого века. Он такой был харизматичный, яркий, но с таким пессимистичным взглядом на мир. И бухал, грубо говоря. И от того и помер. Но остался в истории, и кукла тоже есть. Вот так с ноткой юмора началась беседа с гуру российской алтайской журналистики, шеф-редактором «Алтайской правды» Олегом Купчинским, лауреат нескольких премий, конкурсов, автор сотен захватывающих публикаций, преподаватель. А ведь всего этого могло бы и не быть, если бы не случай в раннем детстве. Я в 4 года или в 3 года изорвал газету «Правда». Это была центральная газета, главная газета страны с портретом Брежнева. Ну, просто порвало, порвало. Потом начал клеить ее. И родители решили, что я буду журналистом. Закончил факультет журналистики МГУ. Во время учебы попал в Барнаул на практику. Командировка сразу в район. В Петропавловский район. Там была конфликтная ситуация в одной школе. Гнобили молодого учителя. Девушка, новатор, она что-то хотела изменить в школьной системе. И у нее был конфликт с директором школы. Я ее защитил. На меня потом набросились, потому что как бы как так. Я пошел против системы образования. Стал на сторону учителя. Но в итоге она потом стала таким хорошим новатором. Защищать и помогать такую миссию журналист разделяет и Сергей Тепляков. В подробном представлении мужчина не нуждается. Его имя на слуху, наверное, у каждого жителя края. За 27 лет в профессии он помог многим. Я однажды статью писал. Человека из тюрьмы выписали, поэтому я думаю, что люди благодарны. Мы писали в Алтайской правде. Была большая, долгая история была с поселком Восточный. Там людей не прописывали, не узаканивали землю. И у них было там очень много проблем. И там, слава богу, удалось что-то сдвинуть. И люди сейчас могут узаканивать и землю, и постройки. Сейчас Сергей Тепляков, так скажем, отошел от дел. Посвящает время написанию книг. Говорит, в профессии журналиста главное вовремя спрыгнуть с коня. Хотя по ночным рабочим звонкам иногда скучает. Тебе там звонят иногда в 11 вечера, например, иногда в 12. Или там едешь, и тебе кричат, Сергей звонят. Говорят, Сергей Александрович, а у нас там кто-то. И ты так... А у тебя это сегодня в планах-то не было, одеваться-то уже некуда. От корреспондента на региональном ТВ до ведущей на одном из главных каналов страны России 1 Ирина Гунькова в журналистике уже 9 лет. За плечами работа в НТВ, в программе ЧП, в дежурной части. Покорять вершины в СМИ Ирина начала на нашем телеканале. С ним у девушки связаны самые яркие воспоминания. Я как бы заявила тему, что мне надо было нырнуть в прорубь. Но все так, наверное, думали о том, что я все-таки не смогу. И на самом деле, это был первый раз в погружении вообще в ледяную воду. А верующие всегда считали, что вместе с телом в леченской воде очищается душа. Надо было еще стендап записать, то есть сказать что-то в кадр. Вернее, в кадре нырнуть и выйти из кадра. Все это, на самом деле, записалось одним дублем, потому что сзади был народ. Ирина долго шла к тому, чтобы стать известным столичным журналистом, на которого будет смотреть вся страна. Покорять высоты девушка продолжит дальше. Главное, говорит, не забывать про отдых. Звонки людей для журналистов – признак доверия. Но, пожалуй, свой профессиональный праздник они бы хотели провести в тишине. Валентина Аскирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Ирина Аскирова, Дмитрий Денисов.